Здравствуйте, граждане! И начинаем нашу кинопилораму. Я обожаю Голливуд. Я считаю, что американское кино, которое значительно шире понятие, чем Голливуд, оно лучшее в мире. И чтобы снимать действительно потрясающие фильмы, там, Иствуда, Линча, там, не знаю, Джармуша, голливудской системе нужна так называемая система тент-полов. Тент-пол, я не знаю, как это будет по-русски, это вот устройство, на которых держится палатка, да? Вот эти вот бревна, или, как это сказать, сваи. Вот эти стояки, так сказать, они выполняют собой роль вот эти вот блокбастеры и вот эти верняковые фильмы. А что такое верняк? Это когда ты снимаешь уже по раскрученному какому-то бренду, с раскрученными персонажами. То есть люди знают, условно говоря, когда они идут на Гарри Поттера, они знают, что они получат. Мы не отрицаем, настали темные времена. Гарри, скажи, где он? Большей угрозы, чем сегодня, наш мир не встречал. В этой войне нельзя сражаться одному, мистер Поттер. Он слишком силен. Я ничего против Редклиффа не имею. Он хорош, молодой артист. Другое дело, что, конечно, как служится его дальнейшая артистическая судьба, неизвестно. Сейчас зрелищное кино прочно ассоциируется с 3D. И тем не менее, продюсеры Гарри Поттера, которые вот в ноябре выходят на экран, отказались от того, чтобы перевести это в 3D. Потому что это чистая спекуляция. Манипуляция зрительским интересом, которая не влечет за собой ни технологического прогресса, ни искусства. Просто это было бы чисто, так сказать, эксплуатацией коммерческой приманки. 2011 год нас ждет скоро. И это будет год бесконечных сиквелов. Значит, наконец-то будет показана уже совсем последняя часть Гарри Поттера. Потому что вот эта серия, она сначала должна была быть последней. А потом создатели подумали, что разделим-ка мы ее еще на две части, чтобы еще больше бабла состричь. И разделили так. И так вот в следующем году наконец-то все это безобразие уже прекратится. Наши агенты в министерстве. Вам нечего бояться, если нечего скрывать. Чем дольше мы здесь, тем сильнее он становится. Убить Гарри Поттера должен только я.